МОЛОДЕЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА МОЛОДЕЖНОГО СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Суть проекта заключается в том, что я и моя команда собираемся снимать в первую очередь документальные фильмы об истории, культуре и мифологии по большей части всех народов СКФО, то есть не разделяем на Карачао-Черкесскую республику и иные. Естественно, начнем с нашей республики, потому что больше информации известно. О том, как я прошел, сначала зарегистрироваться непосредственно на самом сайте, что будешь в таком-то или в таком-то потоке участвовать, что я сделал. И оставалось ждать, когда мне позвонят. Позвонили мне, ну если не ошибаюсь, где-то через месяц, наверное, на 1 июля закончилась регистрация, а я до этого сделал. Позвонили, пригласили на предмашу, по-моему, называется, если не ошибаюсь, где надо было прийти, там отмечают. И опять, проходишь, точнее, участвуешь во всех этих предмашуках, консультациях, ну и, соответственно, со всей делегацией выезжаешь. Что и было. Дальше что? Скажите, пожалуйста, вот наша делегация сколько человек составляла? По численности я не смогу сказать точно, но мы выехали на двух автобусах порядка 60-80 человек, наверное, там было. Здорово. И вот теперь непосредственно вы приехали на образовательную площадку, да, что проходило там? Вот вы 7 дней там находились, да? Да. Расскажите. 7 дней мы находились, в субботу утром мы приехали, заселение было, ну а потом первый день нас ничем особо не напрягали, то есть, чтобы привыкнуть ко всему, осмотреться. Потом проходили, по первую половину дня проходили образовательные программы, вторую половину дня интерактивы и вип-гости приходили. Замечательно. Кто из вип-гостей вам запомнился? Рошаль, Леонид Рошаль, детский врач, вот именно к нему я и хотел попасть, его послушать я хотел, достаточно интересно рассказывает. Вот что извлекли из его беседы, чем вы могли поделиться с нашими телезрителями? Ну, он рассказывал о том, как пришел к своей стезе, к своей профессии, как он этим занимался и что он чувствует, выполняя свой долг. Был еще парень на интерактивных курсах, на образовательной программе, простите, если не ошибаюсь, звали его Александр Багиян, там ты сначала ходишь, там несколько шатров есть, на которые ты ходишь. Я сначала пошел к одной девушке, имя я не помню, извините, а потом попал к нему и вот до конца уже ходил к нему, хоть рассказывал две одни и те же темы, но рассказывал очень разно, очень интересно. То есть каждый раз по-новому преподносил информацию? Да, информацию по-новому преподносил, рассказывал что-то новое и не было вот этого чувства, он импровизировал, но импровизировал мастерски, что мне особо понравилось. И у него восхитительное чувство юмора, мы там сидели, смеялись, ну интересно было. Али, о чем он говорил, расскажите, пожалуйста. Так, две темы у него было, первая, если я не ошибаюсь, а могу я ошибаться, проектный менеджмент, там он больше рассказывал за тайм-менеджмент, а вторая тема у него была самомотивация, то есть он рассказывал про систему планирования жизни, ведь жизнь-то тоже какой-то проект на какой-то определенный срок. И он достаточно умно, доходчиво, главное, простым языком о сложном рассказал нам. Скажите, пожалуйста, вы, получается, уже защитили свой проект, да? Как оцениваете свое выступление? Я первый раз, если честно, не ожидал, что там будет. Среднее, может чуть лучше среднего, может чуть хуже среднего. Я как бы позитивно настроен на все. Хорошо, это замечательно, самое главное настрой. Али, ну и давайте более подробно поговорим теперь о вашем проекте. Почему вот именно этот проект вы выбрали? Ну, так сказать, можно сказать, отнести его к моей профессии. Я монтажер, я занимаюсь тем, что монтирую видео, видеоряд какое-то делаю, нарезаю, склеиваю. В принципе, мне это интересно не только потому, что это моя профессия, а потому, что я это люблю делать. С детства я вырос на разных документальных передачах и сам большой поклонник киноискусства или кинофильмов каких-либо. Исходя из этого, я решил, что может быть мне приятно, в чем я смогу лучше разбираться и творчески себя реализовать, так сказать. Ну, вот так я и выбрал это. Замечательно. Мы вам желаем в любом случае победы и обязательно пригласим вас еще раз в студию, если будут положительные результаты. Ну, а сейчас, что бы вы пожелали нашим дорогим телезрителям? Что бы пожелал? Да, того, что они хотят сами, но даже не так. Того, что хотят сами из того, что может быть для них лучше. Угу. Вот так. Замечательно. Спасибо большое. А я хочу напомнить, что сегодня утром у нас в гостях был участник образовательного молодежного форума МАШУГ-2017 Али Тимир Булатов. До новых встреч. Пока. Пока. Пока.